Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре болонские удилища, которые очень нравятся рыболовам, которые на рыболовном рынке России уже много-много лет снискали свое достойное уважение. Ну, всех я не встречал за долгие годы ни одного человека, который не знал бы, что такое Сабанеев Фатон Бола, который не восхищался бы этой модели. Но, тем не менее, приходят вопросы с просьбой снять еще обзор на них, потому что, в общем-то, в ряды наши рыболовные новички прибавляются. В общем-то, по большому счету, для них, наверное, это видео будет как раз и актуальным. Значит, болонские удилища Сабанеев Фатон Бола выпускаются в длинах 5, 6 и 7 метров. Что касается семерочек, то вот на данный момент, на момент выхода этого видео, они есть только в магазине Multifish. У меня лично, как у коммерческого директора Сабанеев, я их себе оставил. И из последней партии пока, к сожалению, из-за большой, высокой цены мы их не заказали. Поэтому, скажем так, те семерки, которые вы еще можете купить у нас в магазине Multifish, они еще будут по приемлемым ценам у вас. Значит, модельки выпускаются из, производятся, можно так сказать, из карбона, японского карбона Torei 46 тонн. Строй удилищ жесткий, быстрый, именно этим они и нравятся рыболовам. Баланс великолепный, то есть даже семерка, семеркой может ловить, ну, практически женщина, можно так сказать. То есть аналогов на данный момент за эту цену, такого качества болонских удилищ, в частности, семерки. Я про семерку сейчас говорю, на рыболовном рынке России я не знаю, чтобы именно был такой тест, поддержка запчастями, еще и бесплатными запасными частями акции, которые у нас проходят регулярно. Итак, друзья, по держателю. У нового выпуска фотонов, Бола, Пятерки и Шестерки, которые мы сейчас получили, стоит новый катушка-держатель. Я посчитаю нужным его сюда поставить. Это катушка-держатель современной АЛПС. В чем его преимущество? Он способен разместить в себе, если можно так сказать, практически любую лапки у катушки. Потому что вот с края катушки лапки бывают толстые, шире, уже, толще, тоньше. И часто бывает так, что лапочка катушки вот сюда не заходит до конца. Поэтому некоторые держаки, когда катушку рыболов вставляет, он говорит, что они там еле-еле держатся или еще что-то. Поэтому вот эта модель держака, она универсальна. То есть здесь очень большие туннели входа, так называемые, для лапки катушки. Ну и, соответственно, металл сам ползунка. Он очень прочный. Сам ползуночек мягко очень идет, как будто он обрезинен. Ну и, соответственно, зажатие прочное, такое мягкое, но надежное. По расстоянию от центра держателя до рукояти здесь практически одинаковое. Мы не стали ничего менять, как многие годы это выпускается. Вот, в общем-то, рыболова среднего размера рук, наверное, так можно сказать. Это 51,5 сантиметров. Дальше. Какое еще новшество? В первых моделях не было внутри неопреновой вставки, поэтому кольца ложились. Кто обладает этими баллонками, он подтвердит. Вот эти вот нижние колечки, они друг на друга ложились. И хоть они и ложились довольно мягко, и, как правило, вставки колец не страдали, но, тем не менее, я решил поставить сюда вот такую вот неопреновую вставку. То есть теперь вытаскивать ее не надо. Просто имейте в виду, что это никакой не брак, это специальная неопреновая вставка, которая предотвращает то, чтобы кольца ложились вставками своими друг на друга. Ну, соответственно, таких вставок верхние хлысты, если я уже подозреваю вопросы, там хлыст, второе, колено, третье, они настолько легкие, что даже если они касаются чуть-чуть там вставок друг друга, ничего страшного с этим абсолютно не происходит. Точность также по чехлам. Первые модели были с мягким чехлом, теперь же я их заменил вот на такой жесткий чехол, поэтому, если вам попадутся какие-то пятерки, шестерки, семерки с мягким чехлом, это не подделка. Просто это предыдущая партия. Теперь вот идут последние партии, завода пришла вот с таким вот жестким чехлом, который, в общем, по-моему, можно трактором переехать, ничего с ним не будет. Вот, соответственно, он будет защищать кольца точности также. Дальше транспортная длина 144 у всех, без исключения. Ну, мне показалось, так будет проще и удобнее сделать одну транспортную на все. В общем, как оно и было, ничего менять здесь не стал. Значит, по весу 215 грамм весит пятерочка, 285 весит шестерка и 370 грамм весит семерка. Имейте в виду, что тест этих удилищ фактически до 25 грамм, а то и до 30. То есть я тут оставил поплавочек 28 грамм, 30 грамм. Они совершенно спокойно держат, особенно на оке, весной. Сильное течение, жесткая придержка. То есть прекрасные палки, они работают просто великолепно. Верхняя часть жесткая. Ну, в общем, кто знает, можете в комментарии, пожалуйста, написать лишний раз, да, подтверждение моих слов, как вам нравится ловить на фотонбола. Поэтому имейте в виду, что не надо гнаться за вот сверхмалыми весами. Разумно придерживайтесь принципа, разумно и достаточно. То есть если у вас баллоночка жесткая, если вы ловите даже карпа, форель, если вы ловите на сильном течении, где рыбка встает листом вдоль течения, начинает давить как следует, если вы подсечку должны как следует, там с большого расстояния поплавочек проводку делать уплыл, вам нужна жесткая палка, которая должна выдерживать хорошие нагрузки. В этой ситуации малый вес исключен, ну, она будет просто хрупкой у вас. Поэтому кому нужна быстрого палка строя, баллонское удилище, да, быстрого строя, кому нужна надежная, с великолепнейшим балансом, та же семерка, шестерка, пятерка, чтобы вы могли и форельку на него половить, и карпа. Да, ну, естественно, карпа вываливать на берег, там, выкорчевывать не надо, это все берется в подсачник, вся рыбка крупная, да, но, тем не менее, она совершенно спокойно на дистанции справится с карпом на 3 килограмма, никаких проблем быть не может, только, скажем так, если проблема возникнет, только если рыболов просто не умеет обращаться с этим удилищем. Поэтому именно вот из этих всех характеристик, плюс те же запасные части, которые мы по акции, в период действия такой акции даем бесплатно, и полюбились эти удилища рыболовам. Поэтому обращайтесь, пожалуйста, в Мультифиш, покупайте у меня лично, как у разработчика удилищ Сабанеев, как у коммерческого директора Сабанеев, я вам даю личную гарантию, пожизненную, бессрочную, на заводской брак, на вот те удилища, не только Сабанеев, которые вы купите в магазине Мультифиш. На этом, я думаю, здесь все. Давайте сейчас раскладываем, посмотрите строй, и на этом закончим. Итак, друзья, пятерочка у меня в руках. Смотрите. Ну, невесомая абсолютно пушинка. Посмотрите, какая жесткость. Смотрите, как мгновенно хлыст возвращается, останавливается, нагружаем. Ну, я думаю, вопросов тут нет никаких. Идеальнейший вариант. Так, теперь 6 метров. Смотрите. Тоже хлыст не висит, мордочка не висит, как вы видите. То же самое. Нагружаем. Смотрите, как загружается бланк. То есть, отличнейшая жесткость. И для шестерки в руках просто изумительно. Ну, как я сказал, что это знакомые всем удочки. И от добра до брони ищут. Ну, и семерка. Самая козырная семерка за эти деньги. То есть, лучше просто не придумаешь. Смотрите, по жесткости какая. Вот я достаточно сильно трясу. И посмотрите, как она работает отлично. Нагружаем. Ну, вот то же самое. Тот же быстрый строй. Смотрите, как отрабатывает бланк. Итак, друзья, посмотрели. Ну, я думаю, хорошие удочки в представлении не нуждаются. Да, и в большем рассказе. Все рассказал. Вы сами увидели, какой отличнейший строй. Имейте в виду, кто не заставляя покупать. Но кто ищет семерки, имейте в виду, это лучшее, что есть на рынке за эти деньги. По соотношению характеристики, цена, поддержка запчастями, баланс, вес, универсальность. То есть, это не те хрупкие, тончайшие палочки, которые вы можете только уклейку фактически ловить с платвой. Это удилище, которое выдержит крупную, сильную рыбу. Естественно, при соответствующем умении рыболова. Значит, поставляются удилища вот в таком бархатном чехле, завязочки на клапане. В общем, все как и было несколько лет. Так мы и продолжаем. От добра добра не ищут, как говорится. Пожалуйста, поставьте пальчик вверх под видео. Нажмите кнопочку подписаться. Покупайте в Multifish. Будет у вас гарантия бессрочная на заводской брак. Поддержка запчастями. Всего вам доброго и до новых встреч. Продолжение следует...